Всем привет! Сегодня продолжаем мучить мою поворотную ось. Напомню, что в предыдущем ролике я установил на станок токарные резцы, но точить, используя шаговый двигатель, у меня не получилось. На больших оборотах резко уменьшается крутящий момент и двигатель просто не тянет. Хотя надо сказать, что в режиме нарезания резьбы все работает отлично. Сразу скажу, что самым правильным решением была бы замена шагового двигателя на сервомотор. С ним можно реализовать всю мощь ЧПУ. Но вся мощь ЧПУ мне не нужна, да и стоит он недешево, и покупать его только для того, чтобы раз в месяц что-то выточить я не хочу. Поэтому будем использовать то, что у меня уже есть. А есть у меня вот такой бесщеточный мотор. Вообще-то у меня их два похожих. Тот, который менее оборотистый, стоит на электровелосипеде без педалей. Теперь хочу пристроить и этот. Нашел у себя в закромах контроллер для электровелосипеда. Дело в том, что основное напряжение у меня на станке 50 вольт, а это как раз подходит и для контроллера, и для двигателя. Если считать максимальный ток контроллера 16 ампер, то на 50 вольтах на двигатель он может подавать 800 ватт. Должно хватить. И еще нашел у себя шкив на 24 зуба. Регулировать обороты вместо ручки газа будет переменный резистор на 10 кОм. На крайний случай у таких контроллеров есть еще кнопка круиз-контроля. По сути, после ее нажатия контроллер будет удерживать обороты двигателя, независимо от нагрузки. Двигатель компактный, весит примерно 900 грамм. Нужно сделать для него крепление, и 3-х миллиметрового листа будет достаточно. Чтобы отверстия на двигателе совпадали с отверстиями на креплении, намечаем их на станке сверлом 3 миллиметра. Потом буду рассверливать их вручную. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и вот уже все на месте. Осталось только шкиф закрепить и ремень надеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двигатель стоит на той же пластине, что и шаговый мотор. Для смены ремня нужно меньше минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посмотрим, что получается по оборотам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Похоже, у контроллера есть какое-то ограничение по оборотам. Если считать по КВ и напряжению, то максимальные обороты должны быть больше. Но уже будет как есть. Главное, чтобы крутящего момента хватило. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Управляю осями в ручном режиме и уже сразу заметна разница с прошлой попыткой. Похоже, двигатель вообще не напрягается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас буду снимать по 1 мм на сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот так было в прошлый раз. Съем полмиллиметра и подача в несколько раз меньше. С такой же подачи я сейчас могу снимать и 3 мм за проход. Ну а по алюминию и вообще на всю длину режущие кромки пластины. Хотя это, наверное, многовато для державок 10 на 10 мм. Заметил, что когда резец вначале врезается в заготовку, то обороты немного падают, но через долю секунды восстанавливается. Отрезает тоже без проблем. Просто здесь я управлял с клавиатуры, поэтому немного заглубился в заготовки уже при подводе резца, остановился и потом дорезал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, управляющие программы для простой токарной обработки, если, конечно, не точить шары, совсем маленькие. Их можно писать просто в блокноте. Поставил в патрон кусок алюминиевой трубки. Не знаю, что за сплав, но пластилин пластилином. При фрезеровке на фрезу налипает моментально. А вот резцом с пластиной по алюминию точится без проблем. А здесь я настолько суровый, что отрезал трубу не отрезным резцом, а проходным. Хорошо, что это труба, а не цельный круг. Трубу порвало по шву. Здесь уже отрезаю нужным резцом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двигатели контроллер еле теплые, так что никакого охлаждения не нужно. Просто закрою торец крышкой от стружки. Единственное, что можно добавить, это тахометр, чтобы видеть оборот. Я уже заказал его на Али за 9 долларов. А так двигатель работает даже лучше, чем я ожидал. Но напомню, что это не рекомендация к действию, а просто пример, как можно выйти из ситуации, имеющимися средствами. Если собираете токарный с ЧПУ, возьмите сервомотор или асинхронник с частотником. На этом на сегодня все. Ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok